МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Дорога к храму» и мы, ее ведущие, священник Максим Гартинский и священник Павел Корсанов. Дорогие друзья, с вами рубрика «Как быть?». И сегодня мы обсудим один интересный тезис, который тоже витает в воздухе. Как быть с тем, что христиане, как многим кажется, уж слишком часто называются в православной церкви рабами. Как быть с тем, что христиане – это рабы? Действительно, в богослужении и в церкви мы часто услышим это слово, и часто этот эпитит используется. Но в принципе, рабы и рабы, что в этом-то? Ну, услышал, услышал. Но многим людям это кажется унизительным. Вроде как хочется чего-то такого позитивного, а слово «раб» кажется таким негативным. Это в том ключе, когда кажется, что тебя поработили и заставили делать какие-то вещи насильно, да, наверное, в этом ключе? То есть какая-то некая несвобода. Вот многие люди так и говорят, что вот, они, кстати, слышали эту фразу «Бог есть любовь». И мы приходим в церковь, а тут вот вам говорят, что вы рабы. Где же вот про любовь? Нам говорят, что вот вы рабы. Ну и как утешить людей, как разобраться с этим термином? Ну, пожалуй, да, интересная задачка. Ну, о любви вначале, да. Все же в Священном Писании довольно много мест, где говорится о том, что Бог нас все же любит. Что Он не только Сам есть любовь, но Он нас любит. Известные слова. Евангелие «Так Бог возлюбил мир, что единородного Сына Своего отдал за нас». Ну и еще есть места в Евангелии, где напрямую своих апостолов, учеников, ну, в каком-то смысле, значит, и к нам тоже относятся, да, Иисус Христос называет друзьями, а именно на Тайной Вечере. Да, одно из моих любимых зачал, кстати, это Анна. Там он говорит как раз, что вы не рабы, а друзья, потому что я вам объяснил и сказал, что и почему, а не просто заставил вас сделать что-то ненужное. Ну да. И откуда же эпитет этот рабы? Да, тогда возникает вопрос, откуда же все-таки взялся этот эпитет, используемый в православной церкви, рабы. Но на самом деле слово «рабы», оно тоже есть в Священном Писании, вот есть момент в книге Деяний, когда некая прорицательница, которую потом исцелили апостолы, указывала на них, на апостолов, говорила, что вот они люди Божии, рабы Бога Всевышнего. Ну и все же сами апостолы, когда писали послание, вначале они обращаются к своей пастве, там, к апостолу Павел, я раб Иисуса Христа, и далее вот он что-то говорит. Раз уж сами апостолы так говорили, можно, в принципе, да, здесь на это и опереться, да, что они не боялись этого термина. Ну то есть, может быть, что-то в этом слове есть такое, не совсем негативное, как кажется, современному человеку, но слуху, вот, у нас есть еще другое слово, а через него, наверное, мы можем истолковать слово «раб», есть слово «отрок». Отрок, ну, то есть, ребенок какого-то возраста определенного. Ну то есть, да, в церкви детей определенного возраста, там, до 14 лет, с 7 до 14, по-моему, да, или до 14, по-моему? Да, до 14. Называют «отроками», отроками. Вот это тоже слово на слуху. А что же это слово означает? Кто же такой отрок? Отрок, собственно говоря, это, ну, синоним слова «раб», то есть тот, кто должен что-то сделать. Вот получается, что ребенок, хотя он вроде бы и такая драгоценность, наследник родителей, но пока он еще маленький, он тоже в каком-то смысле раб и должен еще что-то сделать, чтобы, так сказать, наследство заработать, вот, и угодить своим родителям. Ну, кстати, еще сам Христос себя называет отроком Божиим, да? Да, вот сам Иисус Христос называется Божьим отроком в том смысле, что еще вот одно интересное слово, которое нам поможет разобраться – послушник. То есть есть слово «послушание» в церковной такой среде популярное, то есть оно обозначает какое-то важное дело, а тот, кто, соответственно, это важное дело исполняет, он послушник. То есть получается, что… То есть он слушает того, кто ему говорит и делает, да? То есть получается, да. Как Иисус исполнил волю Отца Небесного своего и отдал жизнь за нас, да? А мы также подражаем ему. Получается, и мы тоже, да, стараемся, называя себя рабами Божиими, мы таким образом стремимся стать послушниками Божиими, то есть слушать его волю и ее так или иначе, это важное дело, исполнять. Можно еще так, да, если отрок – это тоже чадо, то как раб Божий можно и чадо Божий, да, так вот, можно сказать, так перевести. То есть ребенок, который стремится научиться исполнять слово Отца, да? То есть когда мы слышим в богослужении эпитет Божий раб, это можно понимать не с точки зрения современности какого-то там унижения, а с точки зрения, что это чадо Божие, скорее так. Раб Божий – это равно чадо Божие, которое вот он должен еще чему-то научиться. Так вот честно признаться себе, да, будучи в здравом уме и трезвой памяти, наверное, сложно о себе так вот интересновенно заявлять, что я уже прям не раб, я уже и не послушник, а я все знаю и умею, и я друг Божий. Хотя все это и к нам тоже относится. Скорее, Отец Небесный может о нас так, он всегда с нами друг, а мы, конечно, зачастую не соответствуем, да, вот, как нам кажется, этой в полноте, да, дружбы. Поэтому нам только учиться, учиться в этом дружбе, любви. Примерно в этом вопросе разобрались. Дорогие друзья, с вами рубрика «Пять фактов». 21 ноября Церковь празднует День памяти Архангела Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Поэтому сегодня «Пять фактов об ангелах». Факт номер один. Существует девять чинов ангелов. В конце V века христианский мир познакомился с группой трактатов «Корпус Ареопагитикум» или по-русски «Ареопагитики». Своё название он получил благодаря апостолу от 70 Дионисию Ареопагиту, который приходился учеником апостолу Павлу. Конечно, святой Дионисий не мог дожить до V века, чтобы написать это сочинение. Но в те времена было принято надписывать свои произведения именами известных святых, чтобы придать им авторитет в среде читателей. На сегодняшний день настоящее имя псевдодионисия неизвестно, но созданные им тексты были приняты Церковью. Именно из трактата о небесной иерархии мы знаем, что небесное воинство иерархически разделено на девять чинов, от высших к низшим – серафимы, херувимы, престола, господства, силы, власти, начало, архангелы и ангелы. Факт номер два. Известны нам из священного писания семь ангельских сущностей, которых мы для простоты именуем архангелами – Михаил, Гавриил, Рафаил, Салафиил, Уриил, Иегудиил, Иварахиил – относятся к числу серафимов, то есть не к восьмому, а к наиболее близкому к Богу первому ангельскому чину. Каждый из семи архангелов имеет особое служение. Михаил возглавляет небесные воинства, Гавриил возвещает волю Божьей людям, Рафаил исцеляет болезни, Уриил наставляет заблудших, Салафиил помогает людям приобрести навык молиться Богу, Иегудиил благословляет тружеников и путешественников, Варахиил молится о благополучии семей и сохранении людьми внутренней чистоты. Факт номер три. В Таинстве Крещения Господь дает каждому православному христианину ангела-хранителя. Мы не знаем его имени. Ангел-хранитель молится вместе с нами и за нас, Богу, защищает нас в моменты опасности, радуется о наших духовных успехах и скорбит, если мы впадаем во грехи. Многие люди считают, что главная задача ангела-хранителя – помогать, но, к сожалению, эту помощь часто понимают весьма приземленно. В действительности же помощь ангела-хранителя состоит не в том, чтобы нас всегда вести к успеху так, как мы задумали, а в том, чтобы помогать нам исполнять заповеди Божии. Кстати, свой ангел-хранитель дается не только новокрещенному человеку, но и вновь освященному храму. И если храм разрушают, ангел плачет о нем на его месте и молит Бога восстановить святыню. Факт номер четыре. На иконах ангелов традиционно изображают в определенном облике, соответствующем описаниям святых, которым они являлись или перед которыми представали в видениях. Например, Серафимов изображают шестокрылыми. Двумя крыльями они смиренно закрывают лица от славы Божьей, двумя прикрывают ноги, а на двух других – поряд. Херувимов иконописцы изображают многоглазыми воззнаменования их премудрости. Ангелов изображают в виде красивых людей с двумя крыльями за спиной. Крылья – это символ скорой готовности ангелов исполнить волю Божию. Факт пятый. Ангел в переводе с греческого – вестник. Поскольку ангелы являются бестелесными духами, то могут мгновенно появляться в любом месте тварного мира, принимать любой вид. В книгах Библии описано множество явлений ангелов, которые возвещали людям волю Божию или предупреждали их об определенных событиях. Но далеко не всегда они оставались в роли наблюдателей. Так, например, ангел вывел апостола Петра из темницы. Про отцу Аврааму и его жене Саре, пресвятая Троица, также явилась в виде трех ангелов. А еще ангел Божий уничтожил погрязшие в разврате ветхозаветные города Содом и Гоморру. Идея написать икону, собор святых покровителей воинства российского, первую в истории Русской Православной Церкви, принадлежит настоятелю Александра Невского храма поселка Петровское, священнику Дмитрию Довбышу. У меня возникла идея написать икону собора святых покровителей воинства российского, которой никогда не было в церкви. Полгода мы ее разрабатывали, связывались с иконописцами, разрабатывали, что должно быть на иконе, различные эскизы рассматривали. Многие рады войск, вооруженных сил Российской Федерации имеют своих небесных заступников. На армейской кокарде 32 луча, символизирующие количество святых. После изучения всех материалов священник Дмитрий Довбыш определился с эскизом. На иконе нужно было разместить всех покровителей. В центре Пресвятая Богородица, Порт Артурская, на фоне собора, в окружении ангелов. Покровители русского воинства размещены на иконе по чину почитания в церкви. Святые были поставлены по местам, как обычно пишут соборные иконы. Единственное, остался самый сложный вопрос, расставить стык по чину почитания, потому что есть в церкви тоже свои раж, как в армии лейтенанта, там сержант и генерала, также в церкви есть апостолы, равноапостольные, святители, великомученики, мученики, преподобные, праведные, благоверные князья. Работа заняла у иконописца много времени. Необходимо было тщательно прорисовывать все детали. В храм Александра Невского образ привезли в октябре 2008 года. Я был по военной линии, поскольку я штатный священник военный, был по военной линии в командировках, значит, в зарубежных, в Греса, в Сербии. Мы возили эту икону, тоже дарили батюшкам, обменивались опытом и очень тепло принимали. И практически эта икона является визитной карточкой военного духовенства. Ежегодно издаются календари с изображением иконы и распространяются по воинским частям и гарнизонам. Более 10 тысяч солдат получили их в подарок. Мы издавали также еще молитвы родителей за воинов, молитвы воинов с этой иконой, чтобы наши соотечественники, наши русские люди и воины обращались к Богу с молитвой, просили у него помощи. В эти непростые для нашей страны времена молитва поддерживает как воинов в зоне боевых действий, так и их родных и близких, которые ждут возвращения героев домой с победой. Дорогие друзья, с вами была программа «Дорога к храму», и мы ее ведущие, священник Максим Картинский, священник Павел Крысанов. Мы с вами прощаемся. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин